Победить в районном соревновании не просто престижно. Это значит быть лучшим по показателям экономического развития, преуспевать в социальной сфере. Это значит усилиями и стараниями работников этих предприятий и организаций Мозырщина живет и процветает. Экономическая жизнь района в 2012 году была довольно напряженной. Однако все основные показатели выполнены. Свою лепту внесли как крупные, так и мелкие предприятия. Среди гигантов Мозырский НПЗ. Он на первом месте. На заводе продолжается модернизация. В прошлом году, в числе прочего, прошел запуск установки изомеризации. Доказательство того, что мозырские нефтепереработчики находятся в русле общемировой тенденции развития отрасли. В струе сегодня находится и мозырь-соль. По итогам районного соревнования предприятие занимает второе место. Завод первым среди предприятий СНГ освоил выпуск гранулированной соли. Новая продукция предназначена для химводоочистки. Ранее гранулированная соль импортировалась из стран Евросоюза. Наши результаты – это выполнение всех доведенных целевых показателей, это прироста объемов продаж нашей соли, это увеличение отчислений налоговых, это получение чистой прибыли, ну и, конечно же, увеличение заработной платы. Ни один руководитель не скажет, что год был там легким. Даже в любом случае, это работа, это работа всего коллектива. Необходимо было производить, необходимо было продавать. Здесь это как бы труд слаженного всего коллектива. На третьем месте среди предприятий – Мозырский машиностроительный завод. В 2012 году с конвейера там сошел новый трактор «Беларусь». Технику уже опробовали потребители. Свой вклад в продовольственную безопасность страны внесли и мозырские труженики. Уборочная кампания зерновых и зернобобовых 2012 стала рекордной за последние 40 лет. В районе построено 4 молочно-товарные фермы, на 30 проведена модернизация. Это позволило значительно увеличить показатели производства мяса, молока и яиц. Среди лидеров сельхозпредприятия «Слободское» имени Ленина на третьем месте, «Козинки Агро» на втором и первое место у совхозкомбината «Заря». Мы в прошлый год сработали неплохо. Впервые за все время была достигнута цифра 10700 тонн мяса реализована. В принципе, мы к Киеву всегда стремились. Когда Владимир Андреевич еще создавал это хозяйство, всегда мечтал о 10 тысяч тонн мяса. Сегодня мы в прошлом году произвели 10700. Также неплохие результаты по птицеводству. Мы произвели 48,5 миллионов яиц и около 4000 тонн молока получили. В принципе, это позволило, и хорошая конъюнктура цен в прошлом году на нашу продукцию позволила достичь, в принципе, и неплохих экономических результатов. Несмотря на многочисленные трудности, сработал и строительный сектор Мозорщины. План по вводу жилья перевыполнен. Более 600 семей заселились в новые квартиры. Велось и строительство социальных объектов. Дворца игровых видов спорта проводились ремонты отделений городской больницы. Началось строительство завода по производству изолирующих волокнистых плит. По итогам районного соревнования первое место заняло акционерное общество «Мозорь Промстрой». Второе – «Ремспецстрой», третье – «Полесье Промжилстрой». Среди предприятий транспорта, связи, энергетики и коммунального хозяйства лидерами стали «Западтранснефтепродукт», «Речной порт» и «Мозорьский райжилкомхоз». Лучшим банком стал филиал номер 317 «Беларусьбанка». В прошлый год для «Беларусьбанка» был юбилейный. И, в принципе, те задачи, которые были поставлены перед коллективами, были максимальные. Ну, и это нашло отражение в результате оценки соревнований. Поэтому первое место – это, прежде всего, заслуга всего коллектива филиала 317. Ну, и, естественно, в этом большая заслуга, неоценимая заслуга наших клиентов, которые доверяют нашему банку. Это как и физические лица, так и субъекты хозяйствования. Поэтому это наша общая победа. Свои успехи есть и в сфере образования. По итогам 2012 года «Мозорьский отдел образования» признан лучшим в области. А в районе победителями соревнования стали Козинский дошкольный центр развития ребенка, Зимовичский детский сад средняя школа и несменный лидер последних трех лет средняя школа номер 14. Я говорила своему коллективу, мы достигли успеха, но теперь самое главное – доказать, что мы сегодня можем так вот хорошо работать. И вот уже третий год мы это доказываем, потому что в нашей школе очень сильный педагогический коллектив, вообще коллектив работников, учителей, детей, родителей. Нам очень помогают родители, нам очень помогают наши спонсоры. Богато и насыщенно в прошлом году была и культурная жизнь столицы Полесья. Мозорьским артистам рукоплистали зрители Казахстана, Прибалтики, Украины, России, Китая и Японии. Почетного звания заслуженный коллектив республики, удостоенный Алексис, Живица, Свояки. Шесть воспитанников школ искусств и творческих коллективов стали стипендиатами и лауреатами специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. А среди учреждений культуры в районе победителем стал ДК акционерного общества Мозорьский НПЗ. С дюшер профсоюзов по гребле на байдаках и каное стал первым среди учреждений физической культуры, спорта и туризма. Все победители районного соревнования в зависимости от занятого места получили переходящие знамена, вымпелы были награждены почетными грамотами. В следующем году, возможно, будут другие победители. В любом случае, результат один – развитие и процветание Мозорьщины.